МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1956 год. На экраны страны выходит фильм «Убийство на улице Данте». Картина имеет ошеломительный успех у зрителя. Многочисленные отклики в прессе более чем благожелательны. Но неожиданно против выступает сам режиссер фильма, знаменитый Михаил Ром. -"Убийство на улице Данте самоповтор. От мизансцен до операторской работы. Страшно, когда художник так начинает подходить к делу своих рук. Превращение в ремесленника смерть. Меня пугает положение, к которому пришли многие режиссеры моего поколения. Я не хочу оказаться в компании покойников". ВЫСТРЕЛ Выступление режиссера удивляет многих. Но больше всех поражен оператор-постановщик фильма Борис Волчек. Более 20 лет он проработал с Михаилом Ромом. Он был его другом и единомышленником. Вместе они сняли 9 фильмов, большинство которых сразу вошло в золотой фонд советского кинематографа. Ром решает сменить стиль и методы работы. Он признается, что для этого приходится отдирать наросшую шкуру навыков, профессиональных приспособлений, глубоко объевшихся привычек в дурном и хором. В прошлом Ром решительно оставляет и своего друга и соратника Бориса Волчика. Волчик тяжело переживает разрыв. Для него это становится настоящей творческой и личной драмой. Теперь, чтобы жить, а главное работать дальше, ему предстоит восстановить утерянное равновесие. Весной 1933 года режиссер Михаил Ром знакомится с 27-летним преподавателем Института кинематографии и оператором Борисом Волчиком. Он приглашает его на постановку фильма «Пышка» по новелле Мапасана. Это настоящая авантюра. По договору со студией Волчик и Ром должны поставить немую картину, где не свыше 10 дешевых актеров, ни более 5 простых декораций, ни одной массовки. И со сметой картины не превышающей 150 тысяч рублей. Для обоих это дебют в игровом кино. За плечами Волчика только съемки кинохроники. У Рома опыт написания нескольких сценариев. Михаил Ром впоследствии признался. К моменту работы над «Пышкой» я не знал ничего. Не умел работать с актерами, не умел монтировать, не умел строить мизонсцену. Огромную помощь мне оказал Борис Волчик. Медлительный, но зато твердо знающий, что он хочет. Волчик сразу завоевал в группе огромный авторитет, и я уже заботился только о крупностях, направлениях и мизонсценах, а всю остальную изобразительную сторону я полностью возложил на Волчика. Волчик вспоминал, что решение строить всю историю «Пышки» на крупных планах пришло не сразу. Первая партия материала была снята в духе ранних звуковых фильмов, на средних и общих планах. Рецензии друзей были убийственными. Деревянная выразительность, искусственное произведение. Волчик и Ром ежедневно приходили в лабораторию и смотрели негатив, который в то время проявлялся еще на рамах, пытаясь понять, в чем же их ошибка. В принципе, вот эта вся операторская работа, по большому счету, она заключена только для одного, чтобы зритель поверил в то, что происходит там. А актеру поверил. Это просто, вот если ты пройдешь через барьер изображения, зритель, то ты поверишь в актера. А если ты не пройдешь, то до актера не дойдешь еще. Борис Волчик сделал все, чтобы зритель преодолел этот барьер изображения и поверил актеру. Он предложил снимать картину с преобладанием крупных планов. Это позволяло приблизить героев к зрителю, укропнить не только их лица, но и их внутреннюю жизнь, выраженную в мимике, жести, взгляде. Первый же отснятый материал ошеломил Михаила Рома. Актеры, казалось, заговорили. Настолько живыми, естественными были их экранные образы. С этого момента Ром стал считать Бориса Волчика своим талисманом. Вскоре кинокритики признают Пышку последним шедевром немого кино. Борис Волчик родился в 1905 году на заре века кинематографа. Как назовут позднее 20 век. Детство и юность его прошли в Витебске, маленьком белорусском городке. Неподалеку жила семья Марка Шагала. И Борис часто бывал в их доме. К тому времени Марк Захарович уже вполне сформировавшийся художник, увлеченный искусством французских постимпрессионистов. Картины самого Шагала, которые он развешивал в своем доме, как на выставке, потрясли воображение подростка. Волчик приходил на Покровскую улицу смешивать краски великому соседу. И никогда не скрывал, что всю жизнь был во власти творчества Шагала. Борис часами наблюдал, как работает художник. Как из хаоса красок возникают светотени, появляются изысканные цветовые контрасты, и на холсте рождаются неповторимые шагаловские фантазии. Это было его, я так понимаю, вхождение в этот мир искусства. Не через книги, потому что, ну откуда? Он парень из бедной такой неприметной семьи мог бы так заболеть этим. И ведь недаром он потом стал учиться на оператора, а не на режиссера или кого-то еще. То есть это тот визуальный мир, в котором он существовал рядом с Марком Шагалом, видимо, конечно, сильно на него повлияло. Какие-то обрывки остались в моей голове навсегда, потому что вот, что он рассказывал мне, это про Витебск, про улицу, где он жил рядом с Шагалом. Папа очень хотел, просто мечтал, чтобы я попала во Францию, и чтобы я пришла к Шагалу и передала ему привет от отца. Много позже уже знаменитый кинооператор Борис Волчек признается, как много дало ему общение в юности с художником Марком Шагалом. И его операторский стиль, стремление добиться равновесия в кадре, идет именно из юности, от знакомства с картинами Шагала. Но Волчек для раскрытия образов может пойти и на нарушение равновесия, в случае необходимости, как в Пышке. И тогда, как в авангардной живописи, он переходит к асимметричным диагональным построениям, к острым ракурсам и резким обрезам крупных планов. Этому он тоже научился у Шагала. 20-е годы трудное и интересное время. Граждане Советской Республики повально увлечены кинематографом. И Борис тут не исключение. Но в отличие от многих своих сверстников, он может смотреть кинофильмы ежедневно. Ученик Шагала работает киномехаником в Витебском кинотеатре. Для Волчека кино – ожившие картины. Только более захватывающие. Когда в 1927 году молодому киномеханику предлагают по профсоюзной путевке учиться на оператора в Москве, он не раздумывает и поступает в Государственный техникум кинематографии, теперешний ВГИК. В Москве страстный киноман из провинции в полной мере реализовал выпавший на его долю шанс. Столица приняла его, и он полюбил столицу. Учился, попутно снимал хроникальные репортажи. Студент Волчек был талантлив. И к концу учебы уже достаточно опытен. И что было немаловажно в те годы – изобретатели. Неоценимое качество в условиях нехватки аппаратуры, лабораторного оборудования и съемочной техники. И руководители киноинститута отдали ему должное. В 1931 году Борис защищает диплом и остается преподавать в ВГИКе операторское мастерство. Кинобыт этот, он был абсолютным фоном моей жизни. Поэтому, когда меня спрашивают, а что это вы в кино не пошли? А пошли в театр сразу там. Потому что кино не было для меня никакой тайной. Это было моим вот ежедневным бытом. Помню все. Какая страсть у него была. Какой-то вот этой аппаратуре, которую я помню с детства. Эти объективы, которые он что-то продувал, вытирал. Какие-то коллекционировал что-то. У него была фантастическая коллекция аппаратуры. Он был фанатиком вот этих всех гитофонов, всяких там камер. Вот все. У него вся комната была огромная коллекция этого всего. И меня это все поражало. Поэтому он для меня был такой очень недоступный человек. Я его боялся. 1935 год. По распоряжению Сталина руководство Мосфильма начинает съемки первого советского вестерна. Но на историко-революционном материале. Недавних сражений с басмачами в Туркестане. Название фильма – «13». Возможно, магическая цифра в названии непостижимым образом повлияла и на ход создания фильма. Ром принял решение для особой правдивости изображения провести съемки на месте событий в Средней Азии. Для Рома и Волчика съемочный период оказался ненамного легче, чем схватка 13 красноармейцев с двумя сотнями басмачей. Термометр, вставленный в кассету кинокамеры, показывал 70 градусов. Дизентерия косила одного за другим членов группы. Люди выбывали, как в бою. Из 52 человек, в конце февраля приехавших на съемки в Ашхабад, к августу в строю осталось 18. Один актер даже заболел пустынным помешательством. Для Волчика съемки превратились в настоящее испытание воли и мастерства. После каждого дубля кинокамеру чистили от песка и перезаряжали. И все равно песок царапал пленку, от жары эмульсия плавилась и сползала с негатив. Для оператора Волчика работа над 13, помимо физических трудностей, сложное и серьезное испытание. Незнакомая, при том очень специфическая натура. Однообразная фактура песчаной пустыни. Особые условия каракомского освещения, когда солнце чуть ли не сразу после восхода стремительно вскакивает в зенит и снимать становится очень трудно. При этом почти на всем протяжении фильма герои действуют в песках. Светлые человеческие фигуры на фоне серой песчаной пустыни. Талант и характер помогают Волчику выйти из трудного испытания счастью. Уже в Москве, Ром говорит, что если бы не твердая позиция ближайшего друга и сотрудника Бориса Волчика, ему не удалось бы снять натуру по картине 13. Или как на натуре ждали кучевые облака, чтобы они именно в этом углу кадров стали. По неделям ждали. Но вот это все создавало некую такую искусственность и монументальность. Великую, повторяю, но монументальность. Самое большое разочарование ждет Волчика и Рома в Москве. В кадрах, снятых в раскаленной пустыне, не чувствуется ни жары, ни жажды. Друзья делают для себя открытие. На крупных планах жажду и жару актерам надо изображать, а не переживать по-настоящему. Поэтому крупные планы приходится доснимать в павильонах, полагаясь уже только на творческие методы. Игру актеров. Для съемок этих сцен на Мосфильм грузовиками привозят песок из каракулов. Волчик добивается ясности, четкости и гармонии. Он художник и стремится к равновесию. Четко выстраивает кадр, продумывает композицию и движение внутри кадра. Ром называет это стереоскопическим кадром. Именно увлечение объемным кадром объединяет бывшего скульптора Рома и кинооператора Волчика. Главную женскую роль в фильме «13» исполнила талантливая актриса Елена Кузьмина, муза и будущая жена Михаила Ильича Рома. В последующих фильмах, поставленных Ромом и снятых Волчиком, Кузьмина будет играть ведущие роли. Тогда еще никто из них не знал, что через 20 лет этот творческий треугольник сыграет роковую роль. И в дружбе, и в совместной работе Волчика и Рома. Но вот «13» вышли на экраны. И стало очевидно, что потраченные усилия были не напрасны. Картина стала первым отечественным истерным и высокой планкой для многих приключенческих фильмов. После фильмов «Пышка и 13» Волчика единодушно признают одним из первоклассных советских операторов. Теперь он творит историю кино наравне с «Москвиным», «Тисе» и «Головня». 1937 год. Год большого террора и год 20-летия Октябрьской революции. Студия «Мосфильм» пребывает в преступном кризисе. За первую половину года снято меньше одного фильма, и на 2 миллиона рублей перерасходован бюджет. Это настоящее вредительство. Руководство «Мосфильма» в панике обращается к Михаилу Рому за несколько недель снять юбилейный фильм. Ром советуется с Волчиком, и друзья решают поставить на карту все. «Ленин в октябре» – первый звуковой фильм о Ленине, и первый игровой фильм, в котором появляется Сталин. Вместо 1 августа съемки начинаются 17-го. Ром занимается сценарием и актерами, Волчек – осветителями и декорациями. Под его присмотром в считанные дни в павильонах «Мосфильма» строится 11 декораций революционного Питера. Затем будет возведено еще 20, в том числе и главный штаб революции «Сморг». Сталин лично следит за созданием фильма. Сообщения о ходе съемок печатаются в киногазете, как сводки с фронта. В успех не верит ни руководство «Мосфильма», ни НКВД, под неусыпным контролем которой работает съемочная группа Рома Волчика. Более того, НКВД на всякий случай разрабатывает версию срыва съемок «Ленина в октябре». Происходят таинственные диверсии. Упавший прожектор чуть не убивает Рома, кронштейн оказывается подпилен. Разбита американская оптика на десятки тысяч рублей. Волчек с трудом находит объектив к камере на другой студии. Пленка только чудом не попадает при проявке в брак. Перерубаются бронированные кабели. Колоном дробятся стекла осветительных приборов. Не съемки, а постоянный стресс. И так на протяжении 80 дней. Почему не взят зимний дворец? Надо брать дворец! Все снимается с первого дубля. На повторные дубли нет ни времени, ни средств. И все же, даже в этих условиях, Волчек решает сверхсложные задачи. С помощью операторских средств ему удается приблизить изображение к исторической кинохронике. Сегодня эти постановочные кадры часто используются в кино и на телевидении как документальные. Но главное, Борису Волчику удалось добиться максимального портретного сходства актера Щукина с Лениным. Для этого он разработал методику освещения крупного плана, которая вошла в практику операторского искусства под названием «Нормальный портретный свет». Сегодня эту методику Волчика используют все операторы, когда, к примеру, берут интервью в студии. 6 декабря 1937 года Сталин посмотрел и одобрил фильм «Ленин в октябре». И уже в 1938-м Ром и Волчек по поручению партии приступают ко второй части диалогии «Ленин в 1918 году». На этом фильме Волчек совершает операторский подвиг. За четыре месяца он снимает почти четыре километра пленки. Этот рекорд так никем и не перекрыт. Ленинскую идеологию крутили во всех кинотеатрах Советского Союза. Знаменитые передвижки, передвижные киноустановки, машины с кинопроектором в кузове добирались до самых отдаленных уголков страны. Звучит музыка. В перерывах между совещаниями на Ялтинской конференции лидеры антигитлеровской коалиции смотрели кино. На одном из сеансов по распоряжению Сталина был показан фильм «Мечта» – совместная работа Бориса Волчека и Михаила Рома. История крестьянской девушки, которая оказалась среди постояльцев дешевого отеля «Мечта» в одном из городов Западной Украины накануне ее присоединения к Советскому Союзу, растрогала Рузвельта. Президент Соединенных Штатов Америки молчал минуту, а потом назвал кинокартину ни много ни мало одним из величайших фильмов в мире. И Михаил Ром и Борис Волчек считали мечту своим лучшим фильмом. Но той популярности у зрителей, которой эта картина заслуживала, она все-таки не завоевала. Вмешалась сама мировая история. Стоп, стоп, стоп! А сколько вообще декорации осталось? Три большие декорации, потом несколько досъемок. В общем, к мае я окончаю все съемки. Ну, не буду вам мешать. Товарищи, приготовились к репетиции. К съемкам мечты Волчек и Ром приступают в 40-м году. Для каждого персонажа Волчек придумывает уникальные мизансцены. Чтобы достичь особой экспрессивности изображения, он выбирает очень сложную систему освещения. Классическая операция школа, вот, 30-х, 50-х годов, 60-х отчасти, да? Это такая немножко искусственная, очень красивая, очень трудоемкая школа. Вот то, чем дед занимался. Они светили бэбиками, ну, маленькими приборами, да? Каждый сантиметр декорации. Ну, как бы это объяснить, что делали градацию света вот этими бэбиками. То есть вот тень подсвечивали от темного к светлому. То есть это вообще такой хендмейт. Это, знаете, это сейчас, это невозможно себе представить. В фильме «Мечта» Волчек реализует идею, которую сформулировал еще в юности под влиянием Марка Шагала. Каждый эффект освещения у Волчека точно продуман, логичен, выверен. Кадр всегда скульптурен. Фигуры актеров рельефны, объемны. Они четко рисуются на фоне, какие бы сложные архитектурные построения Волчек не составлял. Михаил Ром вспоминал. Последний день перезаписи звука фильма «Мечта» попал на ночь субботы 21-го, на воскресенье 22-го июня 41-го года. Мы закончили перезапись в 8 утра, поздравили друг друга с окончанием работы, а через три часа я узнал о нападении фашистской Германии на Советский Союз. Было не до картины. Во время войны Волчек продолжает снимать фильмы и преподавать операторское мастерство во ВГИКе. Каждое поколение вносит свой вклад в эволюцию кинематографа. Чуткость художника к требованиям времени определяют современность его почерка. Самая высокая выразительность достигается простыми средствами. В 1943 году Волчику присваивают почетное звание профессора. Среди учеников Волчика – выдающиеся представители российской операторской школы. Петр Тодоровский, Юрий Клименко, Георгий Рерберг, Вадим Юсов. Многие из волчиковцев, как называют себя его ученики, со временем создадут свои кинооператорские школы. Дорогой Борис Иванович, наш любимый учитель. Дорогой Борис Иванович, действительно любимый, потому что такое ощущение, что как будто он нас ничему не учил, а потом его поняли, что он нас очень хорошо учил. Он нас учил, ну, конечно, во-первых, на своих фильмах. А подробнейший анализ работы оператора совместно с режиссером, а у него было что рассказать, все фильмы сняты с Ромом. Это целенаправленная работа по каждому эпизоду. Где используются фильтры, какие фильтры, какие сеточки, как готовится планировка, как работала предварительная работа с режиссером, подготовителем переведения и прочее. Он нам очень подробно рассказывал, и с показом, естественно, этих отрывков, этих фильмов. Мы ее любили, потому что у него не было ни любимчиков, ни талантливых, неталантливых. Он всех заставил работать, работать, снимать, снимать, снимать. Он говорил, все, что я вам рассказываю, это очень хорошо и очень полезно, но давайте будем разговаривать, когда вы снимете что-то. Вот мы на экране посмотрим, и тогда мы уже поговорим конкретно. Все помню, помню, как он относился, в принципе, к людям и к своим студентам. Это особая статья. Я потом никогда сама преподавала, видела своих педагогов, кто меня учил. Других, но у меня тоже уже за плечами длинная жизнь. Я никогда не видела такого педагога, как был отец, который по-другому, чем мои ребята, своих студентов не называл. Но дело не в том, как он их называл, а в том, как он к ним относился. Вечно кто-то обязательно был у нас дома, с кем-то он продолжал эти занятия, как бы не теоретически, а что-то они все время говорили, он ими занимался постоянно. Вся мастерская его буквально обожала. Он был большой мастер портрета, мастер композиционного построения. Мне повезло сказочно, потому что я в результате был приглашен гимн для работы на студию. Он мне говорит, Вадим, а вы хотели бы поработать вот со мной? Я опеший. Это значит, работа на Масфильме и с таким мастером. Поэтому я хочу сказать, что это было просто подарком судьбы. Я настолько сросся, помню, с проктовкой Бориса Раича, что потом мне пришлось как-то от этого уходить и немножко переходить на свой собственный, как бы сказать, уже творческий опыт. Но поскольку я его безконечно всегда уважал и понимал, то это было непросто. После войны Борис Волчек и Михаил Ром продолжают работать вместе. Они создают фильмы «Русский вопрос» и «Секретная миссия». Конечно, эти фильмы были отражением своего времени, времени холодной войны, что, естественно, наложило на них заметный идеологический отпечаток. Но операторская и режиссерская работы в этих фильмах были безупречны. Это признали все непосвященные в тайны большой политики зрители и заказчики из идеологического отдела ЦК. Теперь Бориса Волчика, одного из самых востребованных операторов, приглашают на свои проекты многие именитые режиссеры. Но он хочет работать только с Ромом, а Ром хочет снимать только с Волчиком. Я с Волчиком одно время так сработался и знал его настолько, что нам не приходилось особенно много оговаривать. Я говорил ему, поставьте наш план в том направлении. И я был уверен, что он сделает, что нужно. Начало 50-х годов. Волчик самой судьбой вознесен на вершину творческого и карьерного Олимпа. Но именно в это, казалось бы, безоблачное время судьба преподносит неприятный сюрприз. Его увольняют с масс-фильма по сокращению штатов. В этот период идет борьба с совместительством должностей. А Волчик, помимо масс-фильма, преподает во ВГИКе. За друга заступается Михаил Ром. Он не представляет, как можно делать качественное кино без своего оператора-единомышленника. Ром обращается с письмом к секретарю ЦК ВКПБ Георгию Маленкову. Прошу вас помочь мне. Я не могу начать полноценно работать, не могу приступать к режиссерским разработкам. Такие первоклассные операторы-мастера, как Волчик, не должны попадать под увольнение. Ему важна не зарплата, а творческая работа, которой он посвятил всю свою жизнь. Волчик был восстановлен на масс-фильме. И опять возвращается счастливое время. Скоро Волчик становится лауреатом сразу трех государственных премий. Я была абсолютно папиной дочкой. Я была влюблена в своего отца. Мне нравилось в нем все. Его скромность необычайная. И то, что он был так красив, а он был замечательно красив. Я это помню. Я всех с папой сравнивала. Я слышала какие-то отголоски, когда его называли, что он похож на Шарля Буаена, еще кого-то из героев американских фильмов того времени. Но это все я не понимала. А просто я сама гордилась, что у меня такой папа. С виду Волчик иногда производил впечатление человека хмурого, неприветливого, необщительного. На самом деле он был исключительно доброжелателен к людям, особенно к тем, кого считал стоящими. Он всегда сохранял верность друзьям своей молодости. Люди, знавшие его много лет, говорили, если тебе хорошо, он мог тебя не замечать. Но если он узнавал, что тебе плохо, он делал все, чтобы помочь. 1955 год. Еще одна веха в работе двух друзей. Волчик и Ром приступают к съемкам фильма «Убийство на улице Данте». На главную женскую роль Ром, как всегда, намерен пригласить свою жену Елену Кузьмину. А главную мужскую роль поручить молодому, никому неизвестному актеру Михаилу Казакову. Честное слово, это красивый город. Пожалуй, похоже на Мельборну. Ты рад, что попал на родину, Чарли? А моя родина в любом городе. Так случилось в моей скромной жизни, что моим первым режиссером был Михаил Ильич Ром и его почти всегдашний спутник по работе и друг Борис Израильевич Волчок. Первая проба у меня была с Еленой Санной Кузьминой. Она должна была играть, для нее, собственно, была написана роль этой моей мамы по фильму. Действие происходило во Франции. Я никогда не забуду эту пробу, и как волновался Роман, обожал свою Лелю, и как Борис Израильевич, как всегда, очень тщательно выставлял свет, а уже Елену Санне было не так уж мало лет. Она должна была играть такую эффектную французскую актрису. Короче говоря, Пырьев не утвердил Кузьмину. Я видела, что отец очень переживает, очень этот момент этого разрыва. Ну, так, по моим таким тоже юношеским воспоминаниям, как бы, Елена Санна, Леля была инициатором этого. Что-то ей там обидным показалось, что, по-моему, не знаю, или кто-то ей рассказал, что в убийстве на улице Данте папа якобы плохо ее снял, не знаю, или лучше снял какую-то другую артистку. По каким причинам, так сказать, внешние причины были таковы, что, мол, она уже не молода для этой роли. На самом деле, Яков был приказом Пырьева. Он не хотел, чтобы режиссеры снимали своих жен, то ли он сам не хотел уже снимать Владынину. Не знаю. Тайна, покрытая мраком. Короче говоря, не утвердили Елену Санну. Для Ромы это была невероятная трагедия. Вот просто трагедия. Он мне об этом потом говорил, когда мы снимали «Натуру» в Риге. И он, по-моему, не справедливо или его винил Бориса Израильевича в этом. Что Боря не так снял Лену, Лелю. Я не думал. Потому что Волчок был так тщателен. Это я на себе потом испытал. Так вылизывал кадр, так ставил в свет. Так был внимательный крак, курсушек. А когда речь шла о Кузьминой, наверное, вдвойне. Ну, факт остается фактом. В итоге на главную роль утвердили Евгению Козыреву. Под руководством опытных режиссера и оператора она сыграла достаточно хорошо. Но отстранение любимой жены для Ромы оказалось ударом, от которого он в ходе работы над убийством на улице Данте так и не смог оправиться. Он все более критически относится к себе, к своей работе и к своему другу Борису Волчеку. Есть многие операторы, которые стремятся уравновесить каждый кадр. Эта болезнь настолько распространена, что на протяжении всей своей жизни я боролся с ней у Волчика. Если, например, в левой стороне кадра у него человек, то в правой стороне он непременно поместит световое пятно. Если позволяет обстановка – стул. Если это подвал и нельзя – стул, бочку. Если на натуре дерево – что угодно, но чтобы кадр был уравновешен. Между тем, это вовсе не всегда необходимо. Волчек не может понять метаний друга. Он не считает убийство на улице Данте провалом. Ром же испытывает творческий кризис. Тем более мучительный, что внешне все обстоит благополучно. Фильм получил привычную положительную прессу. Авторитет кажется незыблемым. Прошлые заслуги ограждают от критики. Ром устраивает просмотр убийства на улице Данте для студентов своей мастерской в Авгике. Ученики не принимают работу мастера. Ром сам подводит черту. В убийстве на улице Данте отсутствует главное из того, что должно быть в кинематографе. В ней отсутствует в общем правда. Когда я оставил картину, то я поймал себя на том, что я такие кадры уже ставил, что такие мизансцены у меня уже были. Оператору удобно, осветителям удобно. Актеры сразу приходят в восторг, потому что им тоже удобно, и потому что они что-то такое уже делали. Вот когда я несколько раз обнаружил эти обстоятельства, то я понял, что я перестал посуществовать художником, что меня постигла очень большая драма. С этого момента жизнь Волчика и Рома пойдет порознь. У каждого своим курсом. Для Волчика наступают годы операторского простоя. Основное внимание он переключает на педагогическую деятельность в Авгике. Оператор Волчик долго ищет своего режиссера-единомышленника. Человека, способного принять его новации. Но так и не находит. И теперь уже встает за камеру, как режиссер. В 64-м году Волчик снимает первую картину «Сотрудник ЧК». В 69-м начинает съемки следующего фильма. Обвиняются в убийстве. 1972 год. Волчик вновь осваивает неведомое. Он работает над первым советским блокбастером о моряках-подводниках времен войны. Командир «Счастливой щуки» называется этот боевик. Волчик – автор сценария, оператор и режиссер. Масштаб задуманного огромен. Часть фильма снимается на севере, в невероятно трудных условиях полярной арктической ночи. Часть – в павильонах студии, где для этого построена модель-декорация подводной лодки в натуральную величину. И вот я помню, не забуду никак в жизни. Это вот первое мое такое киношное впечатление, фантастическое, из-за чего я, может быть, кино вообще полюбил. Когда я к нему приехал, он снимал на Мосфильме «Командир «Счастливой щуки»» была такая картина. И там был сделан разрез подводной лодки целиком. А в павильоне стояла огромная подводная лодка в разрезе. И меня это совершенно поразило. И они снимали взрывы, значит, ну, мне было 13 лет или 12 лет. Взрывы они снимали, так, значит, стояла камера, актеры перед камерой, и актеры так чуть-чуть что-то делали, когда был взрыв, а кто-то бил по камере рукой. И это был взрыв. И меня это совершенно поразило. Я тогда понял, что такое обман вообще в кино. Что все кино – это обман. Только есть талантливый обман, есть неталантливый. Вот я увидел вот эту вещь у него впервые на съемке. Денис Евстигнеев, внук Бориса Волчика, пошел по стопам деда. Поступил во ВГИК, стал известным оператором, режиссером, кинематографистом. К счастью, вот мой учитель, Вадим Иванович Юсов, он был учеником моего деда. При этом мы с ним не говорили на тему, там, как-то там, не знаю, что он, что я, что передается и так далее. Но вероятнее всего, что вот по этой цепочке что-то передалось мне. От деда через Юсова ко мне. И это вот, вот это и есть, на самом деле, замечательная вещь, которая и создает вот нашу операторскую школу. Последние годы жизни Волчик внимательно следит за развитием операторской техники и приспособлений. Новые технические достижения, такие изобразительные эффекты, которые еще недавно казались невыполнимыми. Мы очень бы сузили понятие современного почерка в искусстве, если бы свели всю проблему к техническим приемам и новинкам. Техника, виртуозность съемки – дело наживное. Если бы мне пришлось снимать пышку сегодня, то средства выражения, наверное, были бы иными, но принципы теми же. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok